Привет всем добрым людям! С вами Елена на своем канале Мой сад воплощения мечты. Наконец-то я добралась до своего самшита. Сейчас буду его сажать и вам показывать. Сначала я очень долго не могла определиться с местом. Вернее как. Сначала я его нашла, но изучая материалы по самшиту, я в общем-то задумалась. Сначала я хотела посадить его вот здесь, за ирисом сибирским. И даже яму подготовила вам, ее показывала в видео про покупки. Но потом передумала и сейчас расскажу почему. А яма эта не пропадет, я ее заправила. И на следующий год я посажу здесь спирею японскую. Так что моя идея с шариком в этом месте, она осуществится. И будут еще и розовые цветочки. И какие-нибудь цветные листья ближе к осени. А может быть желтыми листиками посажу. И будут цветные листики весь сезон. И вот почему я выбрала вот это место. Потому что оно защищено в тени. У меня почему такая возникла, возникли сомнения, что многие источники, большинство источников, предлагают сажать самшит в тени, полутени. А во всей Европе он растет и на солнце, и в зеленые изгороди, шарики, где угодно. И в тени, и на солнце. Я думаю, ну как же так? И сначала хотела посадить его на солнце. Но все-таки я нашла объяснение, почему в наших широтах сажать его нужно в тень-полутень. Потому что он вечно зеленый. И когда солнышко припекает по весне, листочки его быстро просыпаются. А корни еще спят. Ну и соответственно этот дисбаланс вызывает повреждение растения, его как бы нарушает его жизнедеятельность. Поэтому у нас его сажают в защищенном месте. Итак, новая яма для самшита готова. Рекомендуют выкопать ямку в три раза больше, чем контейнер, в котором саженец. Ну, я выкопала где-то, наверное, бедра четыре я выбрала из этого места. Хочу я заправить как следует, чтобы он у меня рос и радовался. Конечно, вот тут под яблони вопрос. Ну, если что, если будет опад ему мешать, или яблоки будут его портить падающие, тогда пересажу, они легко переносят пересадку. Вот, и подготовила я почвосмесь. Здесь вот землю, которую я вытащила. И козий перепревший навоз. Любит близко к щелочной реакции самшит почву, поэтому я вот козий навоз и еще перемешаю где-то с пол-трехлитровой банкой скорлупы яичной. И козий навоз тоже имеет такую близкую к щелочной реакции, так что все будет у меня тут хорошо. Вот. Саженец у меня прекрасный. Смесь я подготовила, яму свою заполнила. И сейчас я буду его сажать. Смотрите, какие у него замечательные корешки. Сейчас я их немножко освежу. В корневине он у меня постоял, я вам показывала видео про покупки, когда я покупала растения, в том числе и его. Чуть-чуть буквально пошевелить, чтобы они так расправились. И все. На тот же уровень, что был в контейнере, я его сажаю. Надеюсь, вам видно. Вот. И засыпаю этой своей смесью. Вообще, на самом деле, сложность выращивания в Подмосковье самшитов, мне кажется, несколько преувеличена. Вот у Леночки, у моей, буквально за забором, растет уже много лет самшит, и она даже его не укрывает на зиму. Даже в городском озеленении у нас используют самшит, и он выглядит очень прилично. Такие прямо вот уже настоящие шарики. Может быть, при случае сниму вам этот цветник, где он есть. Поэтому я думаю, что будет он у меня расти замечательно и радовать меня. Все уплотняем. Но я свой самшит все-таки буду укрывать, потому что свежая посадка, да и хотелось бы мне, чтобы он как можно скорее, как можно лучше принялся и начал расти. Отливаю немного, у нас идут дожди. А, кстати, забыла сказать, что делают ему дренаж. Я не стала делать, потому что у меня очень сухо. Очень сухо. Вот я сейчас копала яму, после месяца проливных дождей вообще никаких проблем. Вот, смотрите, она не превратилась в месиво, в яме не наполнилась вода, не набралась вода, поэтому я спокойно сажаю без дренажа. Не вижу в нем особого смысла. И сейчас я хочу его замульчировать хвойным опадом. А поскольку я вам уже говорила, что самшит предпочитает близкую к щелочной реакции почву, поэтому перед тем, как мульчировать, я его припудрю, вернее, земельку вокруг него припудрю голомит. Идеально было бы золу использовать, но зола у меня уже опять кончилась. Вот что я имею в виду, вот припудрю. Буквально вот так вот, чуть-чуть. Доломит имеет длительное действие, он постепенно работает, поэтому его используют не каждый год. Да и вообще раскислять каждый год, наверное, нет смысла. Щелочная земля на самом деле она даже хуже, чем кисловатая. Так, готово. И осталось только замучировать моим любимым сосновым опадом. Где-то в районе ноября я буду укрывать свои растения, в том числе и самшит. И если все будет благополучно, вам, конечно же, это покажу. При случае посажу под него мелколуковичные и будет нам счастье. Вот, расти мой самшитик. Буду я формировать его шариком. Очень мне хочется. Здесь видно, что он не сформирован. Очевидно, что в питомнике они стояли рядами, и поэтому вот он такой весь вытянулся. И прирост у него только наверху. Но ничего. Ну, даже если у меня не получится шариком, в любом случае это красивое растение, как его не формируй. Очень мне нравится. На этом все. Выращивайте сады и будьте счастливы. Пока!